Здравствуйте! Вы смотрите Финтаймс и Карбарен на CBC в студии Медина Гурбанова. И сегодня мы поговорим о расширении международных транспортных маршрутов, рынке энергоресурсов и многом другом. Правящая в Турции партия справедливости и развития планирует на следующей неделе передать в парламент законопроект о контроле над сделками с криптовалютами и регулировании этой сферы в целом. Как сообщают турецкие СМИ, криптовалюты будут переданы под надзор Совета по рынку капитала и сделку будут облагать налогом. Этот комплексный законопроект сделает всю криптосферу в стране подотчетной и регулируемой. Помимо введения налогов на покупку и продажу криптоактивов, будут также разработаны правила лицензирования торговых площадок, бирж и брокеров, отношений между клиентами и этими площадками. Будет разработан регламент штрафов, санкций и решение споров. Совет по рынку капитала будет главным регулятором всех этих вопросов. Он же будет заниматься выдачей разрешений в серах разработки, применения и продажи блокчейн и аналогичных технологий. Предполагается, что законопроект определит положение о вовлечении в эти процессы Совета по научным и технологическим исследованиям Турции. Таким образом, фактически на государственном уровне будет дан стимул к развитию программного обеспечения и иных инструментов для блокчейна в стране. Ожидается, что с одобрением этой законодательной инициативы, международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег может исключить Турцию из своего серого списка, в который страна внесена из-за сложностей в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Тем временем рассматривается возможность транзита иранского газа в страны Восточной Европы через территорию Турции. Об этом заявил генеральный директор Департамента стран Средиземноморья и Восточной Европы Министерства иностранных дел Ирана Махмуд Хейдари. Уступая на Тегеранской международной выставке нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии, он отметил, что Турция также заинтересована в закупках дополнительных объемов иранского газа. Учитывая объемы иранских ресурсов и высокие потребности стран Восточной Европы в голубом топливе, при наличии политической воли этих стран вопрос антииранских санкций может пересмотрен. Ну и актуальные темы дня обсудим с Фарухом Новрузовым, экономистом, он подключается к нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, начнем с новости о том, что Индия намерена подписать соглашение с Ираном об управлении в течение следующих 10 лет портом Чабахар и связать его с международным транспортным коридором Север-Юг, важным звеном которого, как мы знаем, является Азербайджан. Какие препятствия или риски могут возникнуть на пути реализации этого соглашения между Индией и Ираном и какие конкретные преимущества Индия может получить от управления фуртом Чабахар? Спасибо за вопрос. Это достаточно популярная тенденция сейчас у азиатских стран, типа Китая или Индия, инвестировать в инфраструктуру, раздевать их стран с большим экспортным импортным потенциалом. В Индии, в отличие от Китая, в последние годы только начали инвестировать такие проекты. И так как Иран является одним из основных поставщиков сырья на Индию, Ирану и Индии взаимовыгодно такого вида сотрудничества. Но среди рисков, конечно, то, что этот проект долгостоящий. То есть ближайшие 10 лет. То есть полагается, что нужно будет 10 лет, чтобы полностью допустить этот проект. И в течение 10 лет, конечно, политическая конъюнктура может очень сильно повлиять на развитие этого коридора. Но учитывая нынешние проблемы с морским судоходством, с морским проходом судов через, например, Суэцкие каналы, Манамские каналы, логистические надемные инструкции начинают набирать большую популярность. И этот же порт может соединить как раз Индию с тем самым проектом «Север-Юг», на котором работает большинство стран этого региона. И вполне возможно, что такой порт, соединяющий Иран и Индию, сможет сильно увеличить поставки разных товаров по двум направлениям. Да, вот еще хотелось бы обсудить тему энергоресурсов. Министр нефти Ирака Хаен Абдель Гани заявил журналистам, что Багдад уже достаточно сократил добычу нефти и не планирует поддерживать продление ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Насколько это решение напрямую связано с лицензированием новых газовых проектов в Ираке? Зачем так торопиться с запуском новых мощностей, на ваш взгляд? Ну, то, что торопятся с запуском, это вполне очевидные процессы сейчас, так как основные газовые артерии через трубопроводы подверглись уже атакам. То есть, на данный момент «Север-Поток» не работает. И есть большой дисбаланс газовых потоков в мире. И поэтому развитие газовых проектов актуально глобально. Но связано ли это напрямую с этим? То есть, конечно же, косвенно связано, так как доходы от продажи нефти также используются для инвестирования в эти новые газовые проекты. Но основной причиной, по которой Ираку приходится отказываться от дальнейшего сокращения добычи нефти – это то, что они уже достаточно сократили. И дальнейшее сокращение может негативно повлиять на иракскую экономику, в том числе и на инвестиции от газовых областей. Что касается России, мы знаем, что на нее наложены санкции. Потери «Газпрома» свидетельствуют о трудностях замещения Китаем поставок в Европу. Недавно российская компания объявила о ежегодном чистом убытке в 7 миллиардов долларов впервые с 1999 года. Чем это обусловлено? И насколько удастся закрыть этот пробел, на ваш взгляд? Во-первых, это обусловлено тем, что чисто в плане рентабельности ввести газ через существующие ранние потоки в Европу было более выгодно и в плане расстояния, и в плане наличия нужной инфраструктуры. Во-вторых, в данный момент, трубопровод «Сила Сибири», который переправляет газ на Китай, он также не задействован на полную мощность. И даже при полной мощности эти объемы, они чуть меньше, чем объемы, которые идут через Россию в Европу. И для того, чтобы увеличить этот объем, вот обсуждается запуск новых проектов, например, «Сила Сибири-2». Но это все долгосрочные проекты, ближайшие 10 лет, и, скорее всего, они будут работать. И третий фактор, почему не настолько рентабельно продавать газ из России в Китае, так как у Китая также есть много других поставщиков, как через трубопроводы, например, из Туркменистана, так и очень такие значительные объемы приходят из газа в разных стран в виде жиженного натурального газа, в основном из Катара, Аравсо-Генератор, Алжиры и Австралии. И вот такая большая конкуренция, то есть, заставляет Россию занижать цены на газ, в отличие от инфраструктуры, которая была в Европе, до начала войны. То есть, конкурентов в России на питательском рынке больше, что влияет на цену. Ну что ж, большое вам спасибо, что подключались к нам и ответили на наши вопросы. Я отмечу, на прямой связи со студией был Фарух Новрузов, экономист. А мы продолжаем. В американском штате Делавер открыли первый казахстанско-американский вечерный фонд по инновационным медицинским технологиям Future Med Ventures КЗ. Планируемый объем капитала составляет 400 миллионов долларов. Фонд будет вести поиск и отбор компаний, занятых в разработке инновационных медицинских технологий. Future Med будет финансировать их клинические испытания в обмен на акции. Уникальность концепции состоит в том, что клинические испытания будут проводиться в казахстанских медицинских учреждениях. Это позволит существенно сократить затраты, а также будет стимулировать приток инновационных технологий и обеспечить серьезные финансовые вливания в экономику Казахстана. Немаловажно и то, что всем пациентам в стране будет обеспечен доступ к инновационным разработкам новых лекарственных форм. Ну а в Международном логистическом парке Шанхайской организации сотрудничества открылась база транзитного распределения автозапчастей для Узбекистана. Площадка должна повысить удобство экспорта и транспортировки этой продукции. Автомобильные комплектующие производятся в городе Шанянь, откуда поступают в логистический парк Шосс и далее следуют по маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан. По прогнозам, объем торговли автозапчастями этой площадки с Узбекистаном на начальном этапе составит не менее 60 миллионов долларов в год. Ввод в эксплуатацию транзитной базы усилит влияние Шосс и поддержит качественное развитие международных логистических каналов между Китаем и странами Центральной Азии. Мы продолжаем совершенствовать функцию международных логистических услуг в данном парке. Например, мы запускаем зелёный канал и круглосуточное обслуживание, тесно работая с представителями Узбекистана, чтобы эффективнее вести регистрацию компаний с иностранным финансированием, предоставлять складские места и так далее. Кроме того, мы укрепляем многоуровневое сотрудничество между портом, таможней и сервисными платформами, чтобы создать единый трансграничный логистический парк. И, конечно, на основе научно обоснованных алгоритмов мы регулируем погрузку и разгрузку контейнеров и другие процессы, повышая эффективность перевозок автозапчастей. Узбекистан и Казахстан развивают сотрудничество в транспортной сфере, включая развитие международных коридоров и строительство дорожной инфраструктуры. Дальнейшие меры в этом направлении обсудили в Астане министры транспорта Узбекистана Ильхом Макхакамов и Казахстана Марат Карапаев. В частности, обсуждались совместные проекты строительства железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан и мультимодального транспортного коридора Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан. Также рассмотрено ускорение перевозок путем цифровизации документации. Казахстан поддержал инициативу Узбекистана по строительству железной дороги Термес-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар. Ожидается, что это будет способствовать развитию коммуникации и торговли стран Центральной Азии. По итогам встречи подписана дорожная карта по развитию стратегического сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном в области транспорта и логистики на 2024-2025 годы. Под натиском ожидаемого объявления США о повышении пошлин на китайские товары, включая продукцию в электроэнергетической сфере, Китай призывает к соблюдению международных торговых норм. Этот шаг угрожает дальнейшей деглобализации торговли и подчеркивает нарастающую напряженность между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Администрация президента США Джо Байдена планирует на следующей неделе объявить о повышении пошлин на продукции из Китая, которые работают на экологически чистой энергии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. По данным издания, новые тарифы коснутся ключевых добываемых КНР-минералов, солнечных батарей и аккумуляторов. Тарифы на импорт китайских электромобилей в США могут вырасти до 100%. Представитель Министерства иностранных дел в Китае заявил, что замечания США лишены экономической логики и игнорируют факты. А шаги, предпринятые Вашингтоном для ограничения конкурентноспособности китайских импортных товаров, направлены на получение несправедливого преимущества. США пересматривают свое понимание национальной безопасности в контексте экономики и торговли, что может привести к дезинтеграции международных торговых отношений, строя таким образом небольшие дворы с высокими заборами. Этот процесс включает принятие антиинфляционных законов и субсидирование отдельных секторов промышленности, а также дискриминационные меры, направленные против иностранных компаний и ограничивающие доступ Китая на свой рынок. Но разве эти шаги, которые способствуют деглобализации, исключают конкуренцию и нарушают законы рыночной экономики, не направлены на получение несправедливого преимущества? До сих пор действующий тариф 25% мешал дешевым электромобилям из Китая попасть на американский рынок. Согласно источникам Wall Street Journal, администрация Байдена, автопроизводители и некоторые законодатели обеспокоены тем, что этой тарифной ставки будет недостаточно, поскольку китайское производство быстро расширяется. В Пекине обвинили Вашингтон в двойных стандартах и чрезмерном расширении концепции национальной безопасности. Китайская экономика укрепилась благодаря участию в огромном мировом рынке. Китай соблюдает международные торговые нормы и правила рыночной экономики. Страна опирается на свой огромный рынок, полный спектр поддерживающих отраслевых мер, богатые человеческие ресурсы и полноценную рыночную конкуренцию. Это все сравнительное преимущество Китая. Перед ожидаемым объявлением Белого дома о повышении таможенных пошлин на произведенные в Китае электромобили, аккумуляторы, солнечные батареи, представитель МИД этой страны призвал США соблюдать правила международной торговли и прекратить распространение необоснованных обвинений. Отметим, что в 2023 году импорт китайских товаров в США сократился на 20%. По данным Бюро переписи населения. Теперь переходим к данным финансовых рынков. Индексы США в основном выросли в пятницу на корпоративных новостях. Профицит американского госбюджета в апреле составил 210 миллиардов долларов, что на 19% выше показателя за тот же месяц прошлого года. Доходы бюджета США увеличились на 22%. Доу Джонс по итогам торгов в пятницу повысился на 0,32%, S&P 500 увеличился на 0,16%, а технологический NASDAQ потерял 0,03%. По итогам недели Доу Джонс набрал 2,2%. Это максимум с середины декабря и означает рост четвертую неделю подряд. S&P 500 почти 2%, NASDAQ 1,1%. Тем временем цены на нефть эталонных марок опускаются на торгах в понедельник. Бренд потерял 12 центов и котируется по 82 доллара 73 цента за баррель. Стоимость фьючерсов нефти WTI опустилась на 8 центов. Средняя цена на нефть сорта Азерилайт понизилась на 2 доллара 33 цента по сравнению с прошлой неделей и составила 85 долларов за баррель. Максимальная цена за этот период достигала 85 долларов 23 центов, а минимальная 84 долларов 55 центов. На прошлой неделе на рынке драгоценных металлов золото немного укрепилась. Рост был связан с тем, что некоторые признаки охлаждения экономики США вызвали спекуляции относительно возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в 2024 году. Но золото по-прежнему остается значительно ниже рекордных максимумов, достигнутых в апреле. Спотовое золото упало на 0,1%, а фьючерсы на золото упали на 0,5%. Продолжаем. Китай принял решение к 2035 году добиться углеводородной нейтральности, для чего интенсивно развивает свою профильную промышленность. Однако на этом рынке китайская продукция составит серьезную конкуренцию производителям других стран. В китайской корпорации аэрокосмической науки и технологии разработали 100-килограммовую жидководородную систему, которая позволит тяжелым грузовикам, работающим на этом виде топлива, увеличить дальность хода на одной заправке до более тысячи километров. Жидководородная система является полностью разработкой Китая, которая не первый год активно развивает зеленую экономику и альтернативную энергетику. К примеру, в 2023 году в КНР было введено в строй столько же солнечных панелей, сколько во всем мире в 2022 году. При этом, несмотря на лояльное отношение Пекина к иностранным инвестициям, экономика страны сохраняет преимущественно закрытый характер. Это делает Китай независимым от других ведущих игроков зеленой экономики – Европы и США, но в то же время противопоставляет их друг другу. Но делается это не для того, чтобы конкурировать США или с Европой. Это скорее вопрос номер два. А для того, чтобы обеспечить себя необходимыми источниками, энергиями. Китай принял решение к 2035 году перейти на так называемую углеводородную нейтральность, то есть избавиться от вредных и неэффективных источников энергии, прежде всего от угля. И это значит, что Китай наращивает производство, например, солнечных батарей, кремниевых пластин и многего другого. И сегодня практически 60-65% территории Китая, как считается, могут использоваться для генерации такой альтернативной энергии. Интенсивный рост зеленой промышленности не может ограничиваться пределами страны. Именно поэтому китайская продукция давно вышла на международный рынок, где успешно конкурирует с продукцией стран ЕС и США. Так о беспокойстве скоростью роста зеленого сектора в Китае прямо заявляет и министр финансов США Джанет Йеллен. Главной темой ее апрельского визита в Пекин были избыточные производственные мощности Китая. Сегодня, например, Китай в 2023 году превзошел совокупную мощность всех остальных стран именно по фотоэлектрической промышленности. И ожидается, что приблизительно к 2025-2027 годам китайские кремниевые пластины, которые используются для таких источников, взаимут как минимум 95% мирового рынка. Здесь Китай ищет себе новых партнеров. И очевидно, что проблемы возникают тогда, когда американские компании, видев Китай очень серьезного конкурента, не пускают китайскую продукцию на американский рынок. В связи с этим ответ на вопрос, сможет ли Китай потеснить США или Европу, зависит в первую очередь от того, будет ли китайская продукция допущена на западные рынки. Наглядным примером может служить борьба с китайским автопромом. Не исключено, что подобные ограничения могут применяться и к зеленым технологиям. Альтернатива у Пекина есть. Это Центральная Азия, Россия, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия. Однако на нынешнем этапе совокупное потребление на этих рынках недостаточно велико для производственных мощностей Китая. Так что Пекину придется искать решение. И как можно быстрее. В Южной Корее на поддержку отрасли микросхем планируется направить более 10 триллионов вон, или 7 миллиардов 300 миллионов долларов. Масштабные инвестиции в производство чипов и научные исследования предназначены, чтобы победить в войне в полупроводниковой промышленности, заявил министр финансов в ЧХВ Санмок. Правительство вскоре объявит детали пакета поддержки всей цепочки поставок, сообщает Реутерс. Сейчас уже известно, что он нацелен на материалы для микросхем, производителей оборудования и компаний, не имеющие собственных производственных мощностей. Программа может включать предложения политических кредитов и создание нового фонда, финансируемого государственным и частным структурами. Южная Корея также строит кластер мегачипов в Йонгине к югу от Сеула. Он рекламируется как крупнейший в мире. Ридер большинства в Сенате США Чак Шумер призвал Федеральную торговую комиссию остановить сделку на 53 миллиарда долларов. Речь идет о покупке нефтяным гигантом Chevron корпорации HES. Как отметил Шумер в своей публикации в соцсети X, соглашение даст нефтяным гигантам больше рабочего рычагов для повышения цен на газ. Ранее сенатор призвал к более тщательному изучению крупных слияний игроков нефтяной отрасли. Об этом говорилось в письме Федеральной торговой комиссии от имени 23 сенаторов-демократов. В октябре прошлого года Chevron согласилась купить акции HES, чтобы получить большую долю в нефтяной отрасли США, а также крупные запасы нефти в Гаяне. Это были все актуальные новости экономики к этому часу. До встречи в следующих эфирах.